Здравствуйте, уважаемые зрители Артик ТВ. Вы смотрите программу «Коммунальный детектив», и я рада вам представить гостя нашей программы. Елена Вениаминовна Шмыловича, исполняющего обязанности, руководителем РИФТ. Я бы сказала, в данном случае, вы сами себя назвали Аксакал, позвольте, я это слово использую. То есть человек работает в этом вычислительном центре, в этой серьезной организации уже 28 лет, товарищи. Мы решили поговорить вот на какую-то тему, куда вообще двигаются расчетные центры, как вообще за это время поменялись квитанции. Возможно, видно лучше со стороны, как мы себя ведем, потребители, какие способы оплаты выбираем. Пожалуйста. То есть вообще в коммунальном хозяйстве квитанция – это квеститенция всего, что сделано и всего, что ты должен. Возможно, люди всегда к этому документу относятся с неким раздражением. Вот он пришел, наконец-таки, в какой срок, в какой форме, мелко, крупно, что там содержится, насколько цифры соответствуют действительности. И в принципе, я думаю, что телефоны наоборот – это ваш телефон, и больше всего к вам вопросом, хотя вы только посредник, насколько я понимаю, между исполнителем, услугой и потребителем. Что у нас вообще на рынке, как эта часть, да, называется, расчетов с населения происходит? Биллинга. О, красивое слово. Ну, давайте, вот с чего все начиналось. Вот вы пришли молодым специалистом. В данном случае про меня. Такие, наверное, машины вычислительные до потолка. Да, в то время. Я просто сразу же хочу сказать, что расчет квартплаты мы начали только после того, как у нас, так сказать, кустовой вычислительный центр преобразился в муниципальное унитарное предприятие МРИФС. Стал, так сказать, его учредителем стала администрация в лице Комитета имущественных отношений. И, соответственно, когда стали переходить все, вот если, не знаю, не могу сказать, помните вы это или нет, были такие понятия, как шпеты. То есть при районных администрациях были, ну, ЖЭО, люди до сих пор еще обращаются в ЖЭО. То есть в ЖЭО ввели там паспортный учет, там шпеты и прочее. Потом это все паспортисты перешли в МУП МРИФС. МУП МРИФС стал таким единым центром для Мурманска в плане того, что люди приходили не только по поводу коммунальной оплаты, но и по поводу регистрации, постановки на регистрационный учет. То есть на тот момент было очень удобно. То есть мы сразу же... Контроль и учет. Да, то есть человек снимался с регистрации, человек прописывался или там кто-то прописывал своих детей. То есть учет этот ввелся, соответственно, мы только это, потому что непосредственно регистрацией занималась и до сих пор занимается эта миграционная служба. То есть все проходило просто через нас и, соответственно, мы начисляли уже квартплату. Все изменения по количеству зарегистрированных сразу же отражались в квитанциях по квартплате. Слушай, это же получается принцип одного окна, он уже тогда существовал. Было, да, было. Да, все новое хорошо забытое старое. Ну, как и сейчас. Ну, вернемся к нашим, так сказать, вопросам. Вот потом, значит, все разделилось. А, еще такой момент я хочу отразить. То есть на тот момент у нас весь жилищный фонд относился к муниципалитету. То есть не было управляющих компаний. Когда появились, когда стали возрождаться рыночные отношения, появились управляющие компании, когда город стал делиться. Ну, просто сначала их было три, потом их стало 33, потом их стало 333. Да, да, да. И процесс это до сих пор продолжается. А потом мы помним, они делились в жилфонд и выпускали разные квитанции. И сейчас тоже. И потом у Мривца появилось очень много конкурентов. И даже двойники, насколько я помню. Ну, это не двойник, там только аббревиатура. Это, по сути дела, название совершенно другое. Там что-то между... Ну, люди же не разбираются. Ну, люди не разбираются. Мривцем и Ривцем. И до сих пор это все продолжается. И люди звонят и не читают квитанции, хотя в квитанции. И контактные телефоны расчетных центров написаны, и куда обращаться. Но люди у нас, как говорится, видят мрифт с крупными буквами и звонят по всем вопросам. Ну, это же хорошо, если вам доверяют, если вас знают. Ну, мы стараемся, как говорится, не отказываться. Да, не отказываться ни от каких вопросов. Пояснять людям, разъяснять, куда обращаться. Сейчас у нас на нашем сайте есть такая, так сказать, рубрика, не рубрика, а по баннерам. Напишите нам. То есть люди, вот большой поток людей обращаются. Стенар плача. Слушай, это очень популярная тема. Вообще у нас все сжалуются напрямую сразу губернаторы. И хотелось бы эти потоки развести. Ну, там не так плачем. Мы там не только, как говорится, пишут и претензии, и жалобы. Ну, и люди обращаются по существу. Да, в основном по существу. То есть на сегодня мы не только с Мурманском работаем, и с областью работаем. И, соответственно, людям, как говорится, чтобы сэкономить свои почтовые расходы, люди направляют документацию о смене, о сдаче квартир. Это касается Гаджиева, когда человек военнослужащий. Хорошо, но чтобы зрителям было понятно, вот опишите, пожалуйста, Мрифс, где можно квитанции по области ваши видеть, с кем вы работаете? Ну, как-то в цифрах проиллюстрируйте. Какое количество абонентов? Мы работаем вообще не с управляющими в плане области, а с ресурсниками. Мы работаем с Мурман Энергосбытом, мы работаем с Облгазом. По сути дела, по Облгазу на сегодня Облгаз переходит полностью к нам на расчеты по всему региону, по всей области. То есть объемы большие. И вот сейчас, вот именно в январе, мы загружали в базу данные, которые нам передали. Это Апатиты, Кировск, Высокий, там и ряд мелких населенных пунктов того района. Подскажите, пожалуйста, все-таки куда мы движемся? То есть Вы серьезная организация, куда мы движемся? Сейчас мы пришли к тому, что у нас кипа квитанции в ящиках, которые приходят в разное время. И я так понимаю, все, кто занимается биллингом, в том числе в интересах своих заказчиков, поставщиков в услуг, пытаются их сделать ярче, красивее, не знаю, раньше принести, там вот какой-то информацией снабдить. Ну, во-первых, есть законодательство, то есть которое нам диктует, какая информация необходима быть в квитанциях. Ну, понятно, формат. Не только формат, именно то, что должно нести, какая информация должна быть отражена в квитанции. То есть должно быть отражено в квитанции расходы по общедымовым приборам учета, площади всего дома, площади нежилых помещений, площади общедомового имущества, чтобы человек мог сориентироваться, когда ему выставляется, допустим, плата на общедомовые нужды. Вот. И, допустим, МЭС настоял, Мурман Энергосбыт настоял на том, чтобы в квитанции еще отражался, если у нас в таблице отражается перерасчет, то основание для этого перерасчета. Поэтому у нас скоро квитанция будет как газета. Читать, не перечитать. Вот сейчас вы получите квитанцию, которую мы перешли по водоканалу уже на А4 формат квитанции с А5. Потому что по новому законодательству, с 1 января, которое вступило в действие 2017 года, нам необходимую информацию по поводу всех изменений отражать в квитанции в течение, по-моему, трех месяцев. То есть, чтобы люди могли понимать, что будет, чего не будет. Я не знаю, я не отношу себя к поколению НЭКС, но у меня с этими бумажками очень сложные отношения, честно. Я, допустим, не могу себя заставить их как-то складывать, систематизировать. Во-вторых, в принципе, я сторонник каких-то там онлайн расчетов всевозможных. Вот по вашему наблюдению, у нас какой процент населения практикует уже расчеты с помощью онлайн-банков, с помощью платоматов, кому нравятся кассы? Вы имеете в виду оплату уже непосредственно? Вот взяли они вашу квитанцию, газету, почитали ее и пошли. Приплатить? Ну, я вам скажу, что, как говорится, основной агент по приему платежей, вот как мы статистику собирали на нашем рынке, это Сбербанк. Сбербанк. Потому что Сбербанк в этом плане, но это лично мое мнение, что они молодцы. Вот именно кассир, кассир-человек или платоматский консультант? Да, вот я лично сама, я вам такой курьезный случай, даже мне звонит квартиросъемщица и рассказывает, как она передает показания приборов через наш сайт. И она мне говорит, я вам рекомендую, это очень удобно. Несмотря на то, что мне там уже за 60 лет, но я разобралась, это очень удобно. Так, вы взяли на вооружение? Ну, через свой сайт. А, то есть человек не понимает вообще, что отправляет, да? Нет, человек отправляет, все, она еще звонит, спрашивает, отразились или нет, то есть контрольный звонок, что правильно она передала или нет. И мне по телефону рекомендуют, что пользуйтесь этим сайтом МУПМРИФС для передачи показаний. Но многие люди считают, вот у нас на сайте это организовано, то есть все это, как говорится, понятно, разъяснения даются, как передавать показания. То есть на сайте есть информация. Но мы сейчас не говорим про электричество, потому что у нас кулатом энергии сам печатает. У нас вода, у нас вода, счетчики холодные, горячие, у нас газ. Так, и про себя, да, по поводу, как я пользуюсь, как я оплата, плачу. Ну, я плачу Сбербанк онлайн. Меня устраивает все по Сбербанку онлайн. То есть я через, при оплате я передаю свои показания, и все замечательно, хорошо. Так значит ли, что когда-нибудь вообще на бумажном носителе не придется эти квитанции разносить, отправлять, трассить, напечатать? Ведь все же пытаются сэкономить. Я так понимаю, что и вы свои издержки оптимизируете, и в принципе аннижируете. Ну да, стараемся как можно. Оптимизация идет в полном ходе. Но дело в том, в любом случае бумажный документ должен быть. Вот очень много обращений людей по возвратам платежей, или вдруг они спустя энного количества времени, там от 3 до 5 лет, приходят. То есть это не какая-то филькина грамота, это документ платежный. Да, они приходят, и выясняется, что он или переплатил, или еще что-то, или какие-то перерасчеты, когда человеку говоришь, предъявите документ. Потому что у нас таких в электронном виде есть. Вы сами понимаете, электронный документ, или, допустим, копию платежки. И вот начинают спорить, как говорится, до последнего, что я платил, подтверждение какое? Только копия чека, правильно? Вы понимаете? Помогите нам, пожалуйста, разобраться. Действительно, кто сейчас еще занимается биллингом, и то и дело мы слышим с разных сторон, что инициативу берут все новые и новые игроки. Мы знаем, что почта собирается тоже на этот рынок выйти со своими услугами. Допустим, Кулатом Энергосбыт, он уже нас поражает своими вот такими экстравагантными конвертами, которые печатаются вообще не в Мурманске, насколько я понимаю. Они готовы тоже открывать свой собственный расчетный центр и обещают, не знаю, кассы, платоматы, что это будет. Но кассы, да, они насчет касс я знаю, что у них открытые... Или вы считаете, всем хватит места, да, и все будет хорошо. Ну, все равно, вы понимаете, рыночные отношения есть, рыночные отношения. Все равно я не думаю, что масса людей, потому что вот у нас тоже в учетно-расчетных службах есть кассы. Кассы это, в принципе, нерентабельно. Кассы это большие трудозатраты. Но это реверанс в сторону людей преклонного возраста, которым так удобно? Это так удобно. Потом мы берем, допустим, за свои какие-то услуги. То есть кассы необходимы, потому что работа с наличкой, это только через кассы. Ну, вот в Коле, допустим, мы уже ввели терминал по приему с карт. В кассе есть еще такой, по обезналу. Но снова же кассы. Вот на сегодня снова вступило в силу новое законодательство. Это с 1 января. То есть необходима модернизация касс, необходимо заключение договоров с операторами фискальных данных. Эта информация будет сразу же из кассы поступать к оператору фискальных данных по приему, именно по наличным платежам. Этот закон действует на любые кассы, и в магазинах, и, вы понимаете, это работа с наличкой. Ну, может быть, какие-то не самые добросовестные игроки, не самые сильные уйдут с рынка благодаря этому закону, может быть, и хорошо? Ну, или просто усложнит вам жизнь? Ну, нам усложнит чисто, как говорится, оптимизация наших расходов немножко, потому что появится еще один игрок на рынке, это оператор фискальных данных, с которым нужно будет договор заключить. Сколько у вас сейчас? Четыре. Сколько у вас вообще этих полуатоматов, автоматов? Автоматов у нас нет, в смысле, вы имеете в виду терминалов. Терминалов, да, у нас они были, но мы от них избавились. А потому что это те же самые кассы, понимаете, это те же самые кассы, потому что, которые терминалы были, они работали с наличкой, они не работали с картами. А потом смысл, то есть выручка не так много людей платит вот через такие терминалы. То есть люди боятся все-таки ящику отдавать свои деньги, да? Ну, может быть, может быть, ну, я очень долго платила через Бирбанковские терминалы, но снова же с карты все это. А потом это удобно, не выходя из дома, оплачивать через Бирбанк онлайн и сразу же получать всю информацию. Периодически витает в воздухе тема, что, ну, это скорее, знаете, я так понимаю, было бы интересно власти, да, понимать, что все под контролем, и было бы, наверное, интересно потребителю вот иметь единую квитанцию. Хотя, я не знаю, там, наверное, просто цифра конечная бы у людей шокировала. Так вроде, когда веером раскладываешь, да, все это не так страшно выглядит. Ну, скажите, пожалуйста, вот в последнее время, ну, вы же тоже, наверное, эти процессы вовлечены, как эксперты, как участник этого рынка. Есть ли перспективы, что появится какой-то единый расчетный центр, да, и может ли действительно вот такое количество игроков договориться и выпускать единую в итоге квитанцию? Или это фантастика, на ваш взгляд? Ну, вот насчет единого платежного центра, ну, я знаю, что государственная жилищная инспекция занимается этим, так сказать, инициирует, и все на базе. Ну, вот лично мы, как сотрудники МУК РИВЦАК, наша небольшая администрация, вот, ну, предложили нашей администрации, чтобы вот именно в свете того, что на сегодня у нас есть проблема ГИС ЖКХ, государственная информационная система, которую вот с этого года необходимо, так сказать, все данные, да, причем загружают, и мы участники этой загрузки, мы зарегистрированы, ну, я имею в виду биллинг, да, как операторы информационной системы и заключили договора, то есть нам делегировали права на выгрузку той информации по платежным документам, чтобы человек, вот вы, допустим, как пользователь госуслуги, зайдя в эту систему, выбрав свой, так сказать, личный кабинет, свой личный, я не знаю, как там будет реализовано, увидели, смогли сформировать квитанцию. Сама? Сами. Она сформируется. Ну, эта квитанция будет от ГИС ЖКХ, так сказать, она... Не пугайте меня, пожалуйста. Нет, 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 все данные по оплате, ну, мало ли, есть же люди такие, что, которые хотят получать информацию, отслеживать свои платежи. Очень много, кстати, обращений, когда у вас будет личный кабинет, чтобы, ну, личный, то есть вы организуете и создадите личные кабинеты для граждан. И, вот, допустим, ну, я, допустим, да, посторонника. То есть вы верите не в то, что появится единый расчетный центр, а что просто вот через ГИС ЖКХ надо быть единообразием. Единообразие, и я, как говорится, мы такое видим, чтобы создать вот этот единый расчетный центр, нисколько не умиляя, так сказать, деятельность других расчетных центров или какая-то маленькая управляющая. То есть просто будет виртуальный, да? Есть ССЖ, да, чтобы вся информация из них поступала куда-то в единый центр, который обладал полной информацией по жилому фонду города, там, области и все. И эта информация уже выгружалась в ГИС ЖКХ, то есть анализировалась бы она. То есть проверялись бы площади, в конце концов бы по домам, там, жилые, не жилые, потому что вопрос до сих пор остро стоит по характеристикам домов. Этот вопрос, вот я даже на заседании, когда по ГИС ЖКХ, я обращалась ко всем, так сказать, представителям ресурсоснабжающих организаций, к руководителям управляющих компаний, когда вы приведете в порядок. То есть на сегодня мы в таком положении. Допустим, к нам приходит на расчет водоканал. Какой-то дом мы считаем только по воде. Спустя водоканал нам предоставляет всю информацию, там, характеристики домов, жилые, не жилые площади и прочее. Через какое-то время на этот же дом заключается договор, допустим, с тепловиками. Тепловиков совсем другие дамы. И вот тут начинается выяснение. И почему-то выясняет биллинг, понимаете? Мне кажется, что у семи нянек дитя без глазу. Может быть, и хорошо, что мы движемся в сторону ГИС ЖКХ, может быть, хотя бы в виртуальном пространстве мы добьемся единообразия. Чтобы прийти к каким-то единым потребителям. Потому что, конечно, мы потребители, честно говоря, все равно. И когда постоянно нам говорят, будьте собственниками, вы уже должны научиться. Слушайте, ну, черт, ногу же сломят, действительно. Это нужно какими-то неидюжими способностями обладать, чтобы быть тебе и бухгалтером, и там, не знаю, кадастровый. Ну, тем не менее, приходят граждане, которые все подсчитаны, да. Вот выясняют, почему у них, допустим, полгода были одни площади. Я имею в виду общие по дому, которые отражаются в квитанции. И вдруг вот через полгода площадь сменилась, желая. Ну, всякое может быть. Может быть, человеческий фактор, чисто ошибка того человека, который вносил данные. Может быть, даже по постановлению администрации, когда, допустим, нежилая квартира переходит в жилую. Вот был такой на практике случай, да. Квартира была объединена, и у нее площадь. Потом вдруг квартиру делят на две, переводят уже, как у нас, две жилые квартиры. И если мы сложим площади уже по двум, они отличаются от площади вот той, которая была в нежилом фонде. Понимаете? Потому что, как мне объяснила администрация, что те данные были там какого-то старого года, мерили квадратуру сантиметром-метром, а теперь новое оборудование, наверное, это лазерная линейка или еще что-то, на какие-то сантиметры или там квадратные, вот площадь уже несколько другая. Вот все может быть, понимаете? Поэтому... Я так понимаю, что уже буквально через год вы можете отмечать свой личный юбилей в биллинге, да? Вы нас, пожалуйста, приглашайте. Обязательно. Может быть, даже как-нибудь выставку, строим квитанции, как они менялись. Да, да, да. Кстати, есть история? Есть что-то такое, есть что-то вот рукописное, там, на печатной машинке или тоже вообще... Нет, этого нет. Все выпускалось сразу же. Ну, я не знаю, помните вы или нет, или ваши родители, как все вспоминают, вот раньше были книжечки, они сами вносили, шли, оплачивали, все, вот книжечка кончалась, они шли в ЖЭО, брали новую книжечку, снова вносилась. Ну, слушайте, мы к этому возвращаемся, только будут книжечки-то виртуальные в ГИСе, да? Я правильно понимаю? Ну, фактически своего рода книжечка, которая ты сам заполняешь. Ну, книжечка будет вашу лицевую. Заполняешь? Нет, там уже будет сформирована квитанция. Все-таки нашим родителям было лучше. Да, но заполняешь как-то, там, знаешь, какая плата, вот, и все, заполняешь по старой квитанции. Тебе первую выдали квитанцию, указали квартплату, у нас в те времена не так часто были изменения, правильно? Не по тарифам, не по нормативам, то есть была какая-то стабильность. Да, 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 ну, поставщики остались те же самые, не по управляющим компаниям. Ну, те же управляющие, они достаточно часто меняются. Как это, да. Вот, а... Ну, была стабильность, да? Да, была стабильность. А сейчас, получается, у нас... Вот, смотрите, законы меняются, не знаю. Во-первых, вы сами знаете, что тарифы раз в полгода, они у нас претерпевают изменения. В сторону увеличения, да? Именно все, слава богу. Да, но есть такой рост. Вот, во-вторых, законодательство. Вот, пожалуйста, с 1 января ОДН ушли из квитанции ресурсников, ушли, как услуга жилищная, ушли в квитанции управляющих компаний, содержание и ремонт. Что будет дальше? Ну, пока они звучат как коммунальные услуги. Что будет дальше, никому неизвестно. Уйдут они в тариф содержания и ремонт, то есть, понимаете, да, сокроется. То есть мы возвращаемся снова к советским временам, когда это было в тарифе содержания и ремонт. Все новое, хорошо забытое, старое. Ну, вы меня поразили тем, что скоро это превратится в газету, квитанция, действительно. Ну, она все, потому что у нас время хотят нагрузить какими-то новыми, утилитарными, полезными знаниями школьников. Может быть, действительно, уроки чтения уже проводить на основе квитанции платежных. Вот у папы и мамы попросить, и, пожалуйста, домашнее задание. Спасибо вам большое. Да, спасибо за ваше долготерпение, что у вас столько лет на страже, потому что, ну, хоть в этом есть стабильность. А, ну, у меня... Да, у человеческого фактора. Спасибо большое, приходите к нам еще. Хорошо, вам спасибо. Программа «Коммунальный детектив» благодарит за помощь в проведении съемок «Баринс Бар» отеля «Парк Инбай Рэдисон» «Полярные зори».